Привет дорогие друзья, снова с вами Замберус. Сегодня мы поговорим о новом патче, который предположительно появится 29 числа. Но для начала давайте. Тема желтой прессы. Меня за пару дней уже закидали новостью, что в Battlefield 5 банят за низкую графику. Обломаю всех. Не банят. DICE банят за отключение текстурного стриминга через функционал Nvidia. Ну чтобы вы понимали, вот это низкая графика. А вот это отключенный текстурный стриминг. Сейчас эта тема конечно подняла толпу борцов за слабые ПК, которые проклинают DICE. Но по факту это спекуляция наших великих и самых умных игровых новостных сайтов. Типа games.mail.ru или Playground. На самом деле игроки требовали банить таких людей, которые используют этот трюк. Еще 3 месяца назад, то есть когда игра вышла. Именно тогда пользователи реддита стали натыкаться на стримы. Где играют вот с такой сильно упрощенной графикой. Очень печально, что только сейчас DICE стали банить. Причем выборочно. Но лучше поздно, чем никогда. И подытожив тему желтой прессы. Лучше бы они писали о более важных проблемах Battlefield. Они высосаны из пальца стадии. Ну и банят за низкую графику. Мы же зарплату за это получаем. Ну что это такое? Во что превращается русская игровая аналистика? Ужас. Потому что есть вещи, на которые надо обратить внимание общественности, издателя и самого разработчика. Чтобы это исправлялось и игра становилась лучше. Но нет, давайте мы будем придумывать идиотские новости. Ну а давайте еще одна новость. И она очень хорошая. Вчера починили Company Coins. Теперь проблема с прогрессией должна исчезнуть. А также вместе с патчем, скорее всего, введут донат в Battlefield 5. Если честно, то я бы хотел, чтобы Electronic Arts подгоняла DICE не только в случае фикса Company Coins, без которых они не могут ввести донат. Но и по всем проблемам игры. Чтобы игра становилась лучше. Так как после проблем с прогрессией осталась не менее важная проблема. Это карты. Их мало, и они уже приелись многим игрокам. Ну а теперь о патче. Мы всем моим дискордом сидим и молимся всем богом батлы, чтобы новый патч не ввел еще миллион багов, как это сделал прошлый. Что нам известно? Они продолжат работу над улучшением анимации перепрыгивания через препятствия, запрыгивания в окно и тому подобные анимации. То есть будут продолжать делать их более плавными. Наконец-то ведут фикс сошек. И астрологи уже предсказывают, что количество кимперов на сошках увеличится в первую неделю после выхода патча. Но главное, откатят шизофренический звук с шагов. А то сейчас ребята, которые топают в сотне метрах от вас, звучат как будто в метре от вас. И у меня из-за этого уже развивается паранойя. С другой стороны, это офигенный чит и абуз. Если вы бегаете в присядку, то вас не слышно вообще. Поэтому, ребят, наслаждайтесь, потому что скоро патч. И уже так нагибать, как сейчас, будет невозможно. Ну, потому что это как ВХ. Вы можете ловить людей просто по звуку. Далее. Наконец-то починят интерфейс режимную линию фронта. А то после фикса количество игроков, когда вновь сделали ее на 32 человека. Они каким-то образом сломали отображение таймера, флагов и статуса флага. Открыт он или нет. Представляете? Но благо интерфейс починят уже в этом патче. А вот что неизвестно, будет ли фикс экрана кастомизации во время матча. А то сейчас, но он, мягко говоря, неиграбельный. Особенно на зимних картах. И плюс ко всему, почему-то мы теперь не можем посмотреть результат нашей кастомизации. Я пойму, что, допустим, для скинчика это нафиг не надо. Но вот при выборе прицела, особенно на зимней карте, когда ты не видишь надпись, какой это прицел. Хотелось бы иметь эту функцию. Еще одно из важных изменений. Окошко чата вернут на консоли. Зачем убирали или случайный баг очередной, который просто его убрал? И да, я могу предвидеть уже текущие вопросы. Нафига окно чата на консолях? Ну, вообще-то там, как бы, команда командира отображается и просьба людей там подкинуть патроны. Если кто вдруг не знал. Ну и главное, обещают починить киллкам. Надеюсь, этот фикс еще исправит иконки таймера ревайва, так как таймер ревайва сейчас сломан именно из-за нового киллкам. И вот это вся инфа по поводу нового патча, который выйдет к концу января. Я, правда, надеюсь, что этот патч ничего больше не сломает. Хотя это же DICE. Но будем надеяться. Будем держать кулачки за DICE. Не сломайте, чуваки, пожалуйста. Точно вместе с этим патчем он запустит донат машину. Я думаю, что донат BF5 отчасти будет похож на Black Ops 4. То есть часть вещей мы не сможем нафармить. А нам придется их покупать. Но каким донат будет, по вашему мнению, что вы ждете от нового патча? Жду ответа в комментариях. Увидимся с вами на поле боя. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DICE.